всем привет вы видите и слышите алексея халецкого стримлю теперь на твиче почему так вы можете в сообществе в сообществе во вкладке сообщества на ютюбе почитать но естественно запись стрима все равно появится на на канале ютюб так сейчас я включу чтобы видеть ваши то что вы пишете на другом канале в чатике шум боже еще входить куда-то надо сон 370 481 это мой пароль от канала попробуйте кто первый ведет тот сможет зайти напишите в чатике мои модераторы с ютюба если вы тут есть я вам дам модераторские полномочия так блин но канал стрим чат так ну вроде вроде вижу сообщение сейчас поставлю приветствую шмаль это ты с ником марда лап что то сомненько что то сомнения какие-то что то сомнения какие-то что то сомненько я очень скрытен так ну ладно сделал тебя модератором наслаждайся и здесь тоже ну все поехали проходит так скажите звук не слишком ли громко музыка на фоне игры не слишком ли громко музыка на фоне моего голоса на фоне игры слушай а тут мне кстати не приходят тут не проходят ссылки судя по всему на твиче вообще они придели какие-то ссылки а это ссылки на понятно на нормально все да поехали в общем по свой такая игра если кто помнит я делал обзор и показывал риналду explorers про исследование про археологические исследования вот по своей очень похоже на это дело я даже попробовал видите одно приключение ну мы начнем новое да я собираюсь потерять прошлое тут можно выбрать какие приключения но все следующие у меня пока закрыты потому что я предыдущие не прошел а тут сложность самая в принципе первая касабланка марокко вы получили игра к сожалению только на на английском есть на испанском на немецком но на русском нету на русском нету вы получили отчаянный зов о помощи ваш старый друг мортон был захвачен нацистами и удерживается в бараканской пустыне вы решаете отправиться в северную америку немедленно чтобы найти мортона до того как немцы казнят его выбираем сейчас надо выбрать все команду за кого играть вот сколько у нас тут 7 7 вариантов джексон значит 50 хп 20 защиты и 30 очков храбрости можно посмотреть очко очко можно посмотреть его дерево скиллов значит автоматы кин не кинжала как его кинжал давайте кинжал среднюю броню может использовать и вот его тут прокачка которая может быть дальше его плюсы эксперт с автоматами и хорошая прицельность и выносливость минусы плохие рефлексы и ограниченное количество апгрейдов ну и так собственно по каждому можно пройтись давайте блин закрыты как это у нас википедия считаете по скиллы закрываем наталья шушкова русский русский ученый но вот ее явно надо брать наталья шушкова русский ученый в любом случае она у нас лечит стреляет из револьвера у нее лечение только три штуки и у нее слабая броня с другой стороны барон фон би немецкий джентльмен он снайпер находит больше денег но и низкое передвижение и слаб против нацистов он к ним видимо хорошо относится капитан луис пиранье перейра бразильский бразильский водитель кораблей он у нас эксперт по шотганом но у него мало апгрейдов так я даже не знаю мигель и гнасио кабальеру испанский поэт гражданской войны эксперт по гранатам и силен против нацистов но низкой передвинуло мобильте медленнее передвигается во время боя и лимитированные апгрейды дальше принц амар абу аль джараби арабский коллекционер искусства специалист по оружию но низкие статы и боится мертвых и наконец профессор мортимир беллами эксперт в дезинтеграторе находит больше топлива так а что и под пастотам реально посмотрим виталити ну давайте решайте кого мне брать напишите пожалуйста в чатике я что-то вот склоняюсь к мигелю игнатио кабальеру и наверное к беллами профессору мортимиру мортимиру беллами американскому изобретателю русской женщине не нужна броня ладно беру пожалуй мигеля и беллами с ними продолжим тут сейчас можно себе взять что-то с собой в в машину автомат ножики ну вот посмотрим что у этих ребят а у него гранаты еще давайте моему гранату прям в руки дадим а тут вот сразу чтобы чинить броню для чтобы чинить броню так чтобы ему еще у других ребят можем забрать может сразу еще и броню заберем как это light armor медиум у них всех средняя броня до медиум это вообще хэви может у этих лучше 26 и 32 о здесь получше броня например у этого 32 это этим потом используем если это будет разбито полностью верно можно будет поменять я думаю задача спасти нашего друга блин fuel 10 из 20 а можно где-то еще взять еще топлива ладно поплыли наша задача спасти вот этого нашего друга из лап нацистов прибыли в марокко вы ну передохнули недалеко от кассабланки последний оплот цивилизации дальше ничего кроме безжалостной пустыни мортон где-то там начинаем наше путешествие каждый раз вот эта карта генерируется заново то есть вот эти все перемещения они вы проверили вашу машину последний раз и завели двигатель эти все точки это все тут заново какие то вот вот тут что то может быть интересное тут может быть засада ну а все остальное не показываю тут что то здесь торговцы могут быть можно несколько раз сюда прибывать здесь отдохнуть можно здесь тоже какая-то засада и собственно вот конец нашего путешествия где этот морт мартен где этот будет ладно поехали перед каждое перемещение требует одну нашли о мы нашли какое-то заброшенное светилище тут что-то может быть деньги но мне мне бы топлива найти потому что это каждое перемещение по каждой клетке это одно топливо тратится поэтому меня и волнует ну давайте сюда поедем для начала после бесконечного пути по пыльным дорогам вы слышите и ритмичный и назойливый стук из мотора по моментам позже он умирает и ваш джип медленно останавливается блин здорово мы две клетки проехали у нас уже джип сдох белыми открывает капот чтобы дать остыть мотору белыми я думаю что я знаю в чем проблема несколько минут позже вы уже продолжаете двигаться дальше фуф фуф так и он экспо получил кстати видите двадцать четыре сто пятидесяти он его видите на починку так как у него и он энтузиаст машин еще и на починку то есть он смог починить машину благодаря этому скиллу поехали дальше вы приближаетесь к немецкому военному лагерю солдаты отдыхают среди руин они вас не заметили ну давайте я вам покажу как тут битвы происходит я могу мимо них пройти на самом деле ну я атакую чтобы показать какой он битвы битвы в стиле экскома здесь то есть тактические пошаговые сначала расставляем наших солдат немцы у нас здесь один их четверо видите показывает что их четверо раз два причем я их все вижу может быть того что мы не видим всех раз два три а где четверо а он четвертый вообще далеко так значит нам надо их по очереди мочить мигель у нас как раз стреляющий да я бы его тут поставил нет давайте тут блин я не уверен что он через эту полную стену может стрелять в этого парня а ну давайте мигеля тут а доктора что это пошло вечерний халецкий почему вечерний халецкий включился внезапно а я понял понял почему все прошу прощения возвращаюсь обратно так куда игра делась показывается игра показывается давайте сюда доктора размещу мой ход могу отсюда стрелять могу отлично 48 процентов вероятность попадания что еще могу какие у него способности а это по нескольким сразу в линию но это не сейчас так могу гранату бросить могу ударить а настреляем блин 48 процентов маловато конечно но те не скоро добегут вот этот может следующим ходом нас атаковать вот эти далековато ну давайте так и отойду наверное вот сюда даже блин тут половина защиты блин этого бы добить конечно доктором сейчас подождите выберу другого да ну 52 процента нормально ну давай попадай пожалуйста блин так давайте доктором отойдем сюда мигелем отойдем сюда мигелем Так Значит, этот А вот мне интересно, могу ли О, могу, отлично, видите, крутится То есть я бы вот в этих попал Сейчас двоих Давайте попробуем Какое у него расстояние То есть мне, по идее, надо подойти На Раз Два, две клетки вверх И одну в сторону Вот сюда можно встать Ну-ка Ее Ну, смотрим Ее Попал, так Готов один Вот этого надо добить мне Как-нибудь Что за мелдаун? Ого По линии Ровно вперед Всех Всем Наносит урон Прикольно А, по диагонали Нет Только так Может этого попробовать Убить 52% Вероятность Попадания Ну, у них просто Броня есть То есть по ним будут стрелять Они в броню будут Им снимать Нет Не будет вечернего Халецкого Так, ну, наверное Стрельну Сейчас хочу посмотреть Я тут не закрываю Инфу Своим Своим Низкие Вероятности Ес Ну, они правда Не умерли Релоуд Сколько у нас Один из трех Пока не буду Релоуд делать Я вот думаю Может сюда Отойти Вот видите Эти бочки Взрываются Может быть Мне стоило В них стрельнуть Но я не знаю На каком они Диапазоне Взрываются Этих двоих Надо будет добивать Как-то следующим ходом Я, наверное, тут постою Постою тут Так, а это что делает? Характер Ваш персонаж Получает 40% Бонус К уклонению Но тратится Одно очко Храбрости Ну, давайте Почему нет? Заканчиваем ход Так, отступает Парень Ну В полном Этом Сидит И в него Уже попали Так, я бы Вот этим Попробовал Этого добить Блин, у него Патроны Закончились Давайте Может Гранату Кинем А этим Я бы ему Отремонтировал Хорошо Если наоборот Этим Мы добьем У него еще Один выстрел А у этого Заменим Ну Обойму Поменяем Давайте Наверное Попробуем 72% Готов Отлично Облитерейт You are Облитерейт Так Отойдем Сюда И Заменим Обойму Отлично Надо Надо ему Еще Починить Броню О Эвейт Видите Уклонился Да Да Как так То В полном Здесь Через Две Этих Прямо Да Вы Охренели Так Этому Я хочу Броню Починить 48% А давайте Мы гранату В него Зафигачим Что это Какой-то Меткий Готово Так И спрячусь У этого Уже Хитпоинты Пошли Ладно Надо Добивать Чувака Если Блин Я могу Просто Да не Я должен Этим Убивать Его Так Сейчас Я попробую Этим Починить Броню Сразу Себе Есть А этим Убиваем Тут 100% Ей Так Reload All Weapons Отпадаю Что мы Получили За победу Этот лут Сейчас будет Ей Так Что тут Ух ты Какое-то Ружо Дальше Перчатки Монокль Как раз Как раз У того Снайпера Было Который В меня Попадал То есть Оружие Снайпера Прям Ладно Поехали Поехали Дальше Как вы видите Что-нибудь Интересное Может быть Или попробовать Вот сюда В город Заехать Может Что-нибудь Купить Можно Вот эти Показатели Тут ничего Прям Нету Двое Ученых Завалили Четырех Нациков Ничего Удивительно Что они Проиграли Войну Ну Блин Там Просто Какие-то Рядовые Были Один Снайпер Правда Мне Надо Где-то Топливо Раздобыть Ладно Давайте Вот сюда Поедем Типа Вунти Хорошо Если Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Ладно Давайте Посмотрим Что здесь Ничего Просто Оставились Около Каких-то Каменных Структур И после Некоторого Времени Поехали Дальше Я кстати Не знаю Что будет Когда топливо Закончится Будет считаться Что мы Проиграли Несколько Камней Выглядывают Из песка Через несколько Мгновений Скоричной пустыни Вы решили Продолжить Свою Поездку О О Бензик Когда вы Ехали Вокруг Дюны Вы Встретили Полностью Загруженный Трак Вермахта Едущий В другую Сторону Трак Развернулся И Попытался Сбежать Давайте Следовать За ним Ведь у меня Нету Способности Догнать Его Ну вот Немцы Исчезли Блин А я думал Я сейчас Ну Не было Не было Возможности Их догнать Блин А как Восстановить Так Древние Здания Поднимаются Из Плесков Пустыни Перед вами Это Заброшенный Храм Вы Исследуете Строение Находите Вход Вы Осторожно Пробираетесь По коридорам И Когда Вы Ну Каче Слышите Крик Вы Были Обнаружены Командой Немецких Солдат Так Началась Битва Фаза Планирования Две Собаки И Один Шоктрупер Какой-то Это что за Шоктрупер Блин Шоктрупер Вот Одна Собака А где Вторая Вот вторая И шоктрупер Надо Надо шоктрупер Этого Мочить Я думаю Нос Чешется Или Собак Сначала Завалим Так Давайте Я попробую Эту способность По прямой Выстрелить Доктору Вот так Интересно Проходит Через стены А нет Until It Hits An Obstacle То есть Нет Через препятствие Не может Проходить Ну а Собачку Завалили Все Одна Готова Ну-ка Блин Чуть Не хватило Добить Он Наверное Сейчас Больно Что-то Сделает Собачка Бежит Э Нет Не кусай Меня Фу Так Отлично Этот Идет Сюда И Добивает Здорово Сдохни Фашистская Псина Так Это мы Быстро Ну давайте Топливо Топливо Дайте нам Топливо 5 винтов О 3 топлива Зашибись Так А что за Оружие нам Дали О Отлично Но это Хуже Так А какое у меня В руке Оружие Вот это Урон Выше От 18 До 20 Нет Урон Ниже Урон Ниже Но при этом Лучшая Точность Ну правда Только на Одну Дальность На 8 Тайлов И Ну вот И думай Ну и Снижен Шанс Крита Лучше Брать С пониженным Уроном Но С дальностью Выше И вот Магазин Выше То есть 4 4 патрона Из 4 А тут 3 из 3 Ну давайте Возьму Ладно Давайте Возьмем Так А прокачка Где у нас Нету Никакой Прокачки Пока Пошли дальше Что У нас тут Что то Интересненькое Должно Быть В этом месте Ой Лагерь Нацистов Вообще Пустынный Лагерь Перед вами Заполнен Контейнерами С топливом Вы Также Видите Несколько Машин И Джипов Рядом Нету Сомнений Вы Нашли Важный Немецкий Лагерь Поддержки Или Содержания Так Давайте Попробуем Спрятаться То есть Не атаковать Напрямую А спрятаться Но тут Варианты Может не Получиться Нет Нас Походу Обнаружили Да Ну все Битва Нас Обнаружили Ребята Так Где эти Фашисты Две Собаки И два Юнита Ну не так Страшно Надеюсь Только Снайперов Из них Не будет Вот Собака Юнит Ну где Еще Вот Собака Блин Все вокруг Нас Так Давайте Думать Ну наверное Эту Собаку И вот Этого Фашистика Первых Надо Валить И бежать Как раз В ту сторону Вот так Сделаем Далеко Этот Вообще Давайте Валим Собаку Выжило Представляете Ну вот Сниженный Урон Сказался Видимо 34 Не Ну этого Можно Подставлять Как Хотя бы Подставлять Потому что У него Полностью И Броня И Хитпоинты На месте Давайте Так Просто хочу Стопудово Этого Парня Убить 52% А что Так Может Я слишком Близко Подошел Блин Вот это Не очень Конечно Так Бочка Давайте Я вот сюда Встану Блин Не очень Не очень Я этот Ход Сделал Сейчас Надо Почитать Про оружие Может Я Нет Нет Не добегай Фу Так Ну это Укусит Этот Выстрелит Или просто Смотается Да Выстрелит Не очень Я Удачно Так Что у этого Оружия Написано Нельзя Когда мы Были В этом Внутри XCOM Пустыня Собака Снайпер Так Во-первых Вот этого Быть Блин Мне этого Убьют Надо ему Броню Починить И наверное Эту Собаку Добить Вот как-то Так Надо Сделать Да Минус Один Этот Броню Ему Ремонтирует Так Конец Хода Сейчас Собака Прибежит Кусать Блин Так Давайте Наверное Этим Попробуем Собаку Убить Есть Готов Этим Добьем Этого Парня А Блин Релоуд Нет Так Значит Давайте Тогда Еще Отремонтируем Броню Этому Блин Не очень Тут Удачно Стоит Сейчас Доктор У меня Получается Вообще В открытом Фу Мисс Фу Ну вот Это Сейчас Попадет В Доктора Я думаю Блин Да что они Этого Мочат Я уже Устал Ему Броню Ремонтировать Я пожалуй Гранату Брошу Выстрелить Так Тут Еще Перезарядка Нужна Я сюда Уйду Пезаряжусь Этот парень 49% Хорошо Если я ближе Подойду Он вообще Тут За Да Он тут За укрытием Сидит Блин Как мне так Встать Чтобы этот Меня не видел Но Типа Этот был В открытом Вообще Вообще Надо Короче Бросать Бомбу Туда Явно Надо Вот сюда Встать За укрытие И сюда Бросаем Гранату Готов Блин Как он Как он так Бегает Тварь Тупая Просто Тварина Ненавижу Я сейчас Тебя Прям В упор В лобешник Тебе Сдохни Фашист Получи Фашист Гранату Это было Недавно Да Хреново Хреновый Бой Хреново Я провел Это не Араб Это Испанец Ты Испанец А не Араб Так Ну давайте Кучу Топлива Ради Ух ты Что за Дрель Штахль Нехт Прототайп Энергетическое оружие Кстати Это доктор О Лечилка Но для этого Скилл нужен У нас нету Этого скилла Блин Там целый Лагерь Топлива Где топливо Ё-моё Вы что Издеваетесь Так Энергетическое оружие Новое Мы тут Нашли Надо Сравнить С тем Что у нас Есть Урон Ниже Выше Точность Выше Дальность Шанс Крита Выше И шанс Критического При этом Когда его Используешь Меньше Ловкость Получается А здесь Меньше Интеллидженс Ну не знаю Я бы не Менял Часто Хотя Написано Что он Дороже Чем То Оружие Ну я Наверное Это Верну Оружие Мне Это Больше Как-то Нравится И этого Я не буду Менять Так А можно Вот реально Как-то Лечение Использовать Нет О Можно Зашибись Получилось Получил Ачивку Какую-то Хиллер Два Бинта О И я Аж Армор Хотел Использовать О Я Забыл Совсем Ну-ка Е Какой Бэтчойс Мы тебя Восстановили Армор Вообще Весь Отлично Так Работаем Ребята Только Топливо Где взять Вот В чем Вопрос Видите Красивую Формацию Из Камней И все Старинная Лестница Окружает Столбы Которые Ведут К странному Алтарю Ну что Поищем Сокровище Ну там Видите У меня Два Скилла Которых Нету Несколько Глиняных Блин Как их Боус Пиал И Вас На Алтаре Некоторые Из них Рассыпаются Когда вы Берете В руки Вы Разбиваете Вазу И находите Что-то Среди Осколков Вау Фигурку Из Слоновой Кости И Маленький Маленький Обсидиановый Наконечник Стрелы 20 баксов 180 Ну забираем Все Ну так себе Конечно Вот тут Можно Торговать Но у меня Топливо На одну Клетку Осталось Как Что будет Дальше А Да Пешком Можно идти Что будет Если мы будем Пешком идти А Хитпоинты Убираются Нет Так Ну вот Отдохнуть А что Они Тащат С собой Джип Здоровье Восстановлено Броня Восстановлена Блин Мне надо было Тогда другую А это Броня Не восстановлена Блин Надо было Эту Использовать Ладно Я тоже знал Что броня Восстанавливается При этом Так Ну Мне где-то Надо купить Припасы До этого Место Далеко Здесь я Сейчас буду Идти сюда Теряя здоровье Я ж Нифига Не Блин Что делать Ну вот Как видите Не заканчивается Но теряются Но теряются Хитпойнты Дальность На две клетки Больше Практически Том же Дамаге Типа Это больше нравится Ну ладно Ну ладно Давайте возьмем пути только три топлива было здесь конечно офигительно заходишь в лагерь типа вокруг валяются куча топлива валяется и ничего не дали ну она пошли наверное к финальной точке может здесь все-таки тут какие-то поселения вон виднеются просто сюда идти за топливом это раз-два-три-четыре-пять вообще короче чатик ваш выход пишите куда мне лучше отправиться прямо сейчас на финиш ну блин я ксабланка у нас тут наверх наверх ну ладно девять и четырнадцать хитпоинтов о вы перешли дорогу небольшому отряду немецких солдат между двух дюн они умерли несколько дней назад а один из них умирает от жажды начинаете обыскивать их тела подходите к их тела мы понимаете что вы слишком поздно им помочь человек умирает у вас на руках что немцы делали здесь немцы ничего при себе не имели да ё-моё так мы сейчас тоже сейчас в агоне умрем еще одиннадцати минусы зато и экспу какую-то получаем тоже ничего не можем найти до 40 сейчас сдохнет у меня былами просто сдохнет все один сдохнул все конец игры собственно 5 какой-то храм ну честно говоря меня не устраивает что из-за нехватки топлива ты просто умираешь получается то есть это такой рандом если тебе встретиться топлива то есть я прям должен был сразу получается идти так ну и что и где еще народ с этой стороны будет где-то а еще двое оставить идти я их не вижу поэтому мне не показывается кто это может перезарядить ружу пока блин где они могут быть какой-то лары кровь себя чувствую зря коти потратил вот сейчас вот этот все два очка храбрости потратил блин вон собака и нет не умерла нет не кусай меня собачка не нет нет я не вкусный вон там бежит еще одна нет 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 хрена си так сматываемся отсюда добиваем вот эту собаку вот аси равно добежит блин они еще так расположены ведь я не смогу не не бомбу кинуть так чтобы они обеих задела блин мне еще и перезарядиться надо а ведь надо было перезарядиться пока я там бегал сейчас собака добежит и укусит но я могу ее панч сделать но пачку не хватит для убийства а ну я могу гранату бросить правда давайте брошу последний шанс да но если раз сдохну выйдя отсюда видимо депрессивная как ну топлива нет это когда вы садитесь вы чувствуете себя полностью опустошенным вот так устали вы смотрите на звук мягких лап по песку пустыни вы слышите немецкую шефер ну короче немецкую овчарку инстинктивно вы поднимаете свое оружие но животное появилось одно также как и вы собака осторожно подходит к вам и обнюхивает опа я получил друга и помощника я ее угостил косточкой фенрис да значит тоже хотела тритов ну угощения и маленький пустынник короче мы получили собаку правда я не думаю что нам это поможет как-то победить потому что у нас осталось очень малый хитпоинтов нету тесно если мигель умрет то мы сможем собакой продолжить путь вообще сейчас мигель умрет сейчас мигель должен умира 29 хотя хотя нет еще не совсем он умрет собаку мы быстро потеряем ну атаковать видимо у меня нет других вариантов получил собаку за вкусняшки сколько тут у 55 соперников при этом я без брони с 20 хитпоинтами а где вообще так сверху двое 3 где еще одна собака а он собака еще надо начну отсюда еще и мисс здорово так ну ладно это это будет финальное нападение кровотечение мы устроим о его даже убил вообще здорово нет не умирает дружок о живая но сейчас сейчас вот уже будет она прощай дружок ты был мне верным другом одну минуту нет фу мисс так нет вообще никак блин ну вот 48 100 процентов давайте одну собаку добьем и на этом видимо наши приключения закончатся ваншот киллер получил какой-то экспу сматываемся живым не возьмешь сволочь нет не кусай меня фу я не вкусный не попадешь так дружок умер окончательно я так понял блин одна один хитпоинт собаки остался сволочи нет не убивай меня нет нет я хочу жить я так молод все а зачем back to map я же умер или тут еще типа какой-то платок получил вы делали все что могли но в конце враги победили кто-то еще должен спасти мордона от его судьбы ну и какой итог час играли 13 топлива ну я считаю что тут проблема в топливе у меня была я не знаю как тут можно было ну скорее игра тфл вы имеете ввиду о боже как она называется нет игра больше похоже на вы ноут эксплорерс чем на тфл боже как она называется расшифруйте пожалуйста я забыл from light это я помню а то что такое всего критов 2 нанес 87 процентов попадание ну такой себе я так понимаю что эти все парни прокачиваются постепенно с каждым я хочу посмотреть экспо тут есть сейчас если начну новое а ведь они в госпитале то есть они лечатся теперь но их прокачка все равно я вот могу 500 запу а видите как тут сделано тут все вместе у меня есть деньги какие-то определенные которые на всех распределяются и можно начинать заново эти меня 1154 кэша я могу их сразу вылечить и отправить на новое задание ну в общем вот такая игра спасибо что смотрели пишите в комментариях фэста зэнлайт точно фэста зэнлайт фэста зэнлайт спасибо что смотрели теперь я стримлю на твиче к сожалению но запись игры появится и на youtube играйте в умные игры всем пока фэста зэнлайт